Первые продукции завода были детские игрушечные коляски, примусы, дверные замки. Сначала было 40 человек, потом 70, потом две смены, 145 человек, затем присоединился еще один участок, ну и было на участке потом где-то больше 200 человек уже. А потребность советского рынка было 12 миллионов, что было? Он стоил 200 рублей, средняя заработная плата была 150 рублей. Если ты хочешь идти быстро, иди один, а если хочешь идти до конца, иди вместе. Откуда 60 лет? Нет, в августе 1959 года Саунархоз БССР, тогда так называлась эта структура, принял решение о создании завода газовой аппаратуры. И начали изучать эту технологию, как это, конструкцию и все остальное. А потом в какой-то момент они посмотрели, что нет, все-таки более будет востребован этот завод холодильников. И вот они решили, что будет завод холодильников. И было выпущено постановление Совета Министров о создании производства холодильников. И отсюда все началось. И на улице Темирязева, на базе промкомбината, который делал закаточные машинки, примусы, замки дверные, вот было принято решение наладить производство, ну так это называлось, электрохолодильников. Строился корпус. Опять же, вот тот первый завод или первое то производство, оно было немногочисленным. Те люди, которые туда пришли, опять же, та молодежь, того времени молодежь, она и строила завод, и осваивала производство. Там было не только производство холодильников, ну я не говорю вот про те изделия, там замок и так далее, а там было и компрессорное производство. То есть на той небольшой площадке был, в принципе, ну, такой цикл полного изготовления холодильников. В 1962 году начался непосредственно там производство вот этого первого холодильника, Минск-1. Он стоил 200 рублей. Средняя заработная плата была 150 рублей. А потребность советского рынка была 12 миллионов штук в год. То есть этого производства не хватало, не говоря уже про то, что значительная часть производства шла на экспорт. А производства вот этой техники практически не было. Производил Саратов, производил там Муром и ЗИЛ. Вот три завода, которые производили, и купить холодильник практически было невозможно. Через четыре года руководство республики поняло, что тех мощностей абсолютно недостаточно. И было принято решение о расширении производства и строительства нового корпуса. Ну, вот этого корпуса, где сегодня у нас основное производство. Это производство было рассчитано на 500 тысяч штук. Было заключено соглашение с французской фирмой по лицензионному выпуску холодильников, которые потом у нас назывались Минсперт-6. И вот когда было создано это производство 500 тысяч холодильников, нужны компрессора. Значит, в это же время был создан завод по производству компрессоров в Можитяе, в Литве. С этого и стартовало, собственно, производство, массовое производство холодильников в нашей стране. Потому что та площадка первоначально порядка несколько десятков тысяч штук в год выпускала. Мы держали на своих плечах производство бытовой техники холодильники. Ну, а дальше шло развитие, модернизация, новые модели, новые возможности. Ускорялся темп, новые конвера появлялись, так сказать. Все росло, росло. И вот мы создали производственное объединение по выпуску бытовых холодильников. В состав его вошли наш завод, завод холодильников, а Литвовский завод холодильников, Можитяйский завод компрессоров. А вот эти три завода, так, в составе производственного объединения, и просуществовали до распада Советского Союза. Можитяйский завод компрессоров остался в Литве. И поэтому было принято решение о закупке нового компрессорного производства, ну и которое потом было смонтировано в Барановичах на станкостроительном заводе. В 93-м году мы уже выпустили первую партию компрессоров. Вот как это было быстро. Это очень быстро. Минский завод холодильников не простоял ни одного дня за все кризисные годы. Внедрение новой модели было в ноябре 98-го года. Самый тяжелый год для экономики. Порядка от 70 до 80 процентов продукции нашего завода уходило на экспорт. То есть за пределы Советского Союза. Поэтому, безусловно, купить холодильник, скажем так, это было непросто. Их было невозможно купить. Я сама стояла на очереди, отмечалась в ГУМе. Вот там такой скверик есть, вот туда каждую неделю ходили и отмечались. Там запись была. Покупка холодильника для нас была очень радостной, вот, потому что до этого продукты хранились как только было возможно. Ну, зимой легче, летом, конечно, сложнее. Вот, то есть то, что купил, то и съел. Иначе все пропало. Мы выпустили сверхпланы 60 холодильников, и руководство завода, директор завода добился разрешения продать, ну, через магазин, конечно, в магазин, сотрудникам завода. В 64-м году мы купили этот холодильник, он работает до сих пор. Вообще, в советские времена требования стандартов определяли срок службы бытовых электроприборов, таких как холодильник, 15 лет. Но они, как я уже вам сказал, отрабатывали в два раза больше срок эксплуатации. Сейчас современные стандарты требуют сроков эксплуатации 10 лет. Зарубежные снизили эти показатели до 7 лет. Ну, наши модели на сегодняшний день как отрабатывали, вот, там, по два десятка лет, так и отрабатывают. Мы каждый год осваивали новый холодильник. Каждый год перед коллективом стояла такая задача. Каждый год иметь новую модель, новую модель. Потому что каждый, ну, максимум это два-полтора года, мы за счет этого имели доход на поддержание, на нормальную социальную статус от всех предприятий. На сегодняшний день в производстве находится более 56 моделей. Если брать там еще исполнения, которые по цвету, по там, наполнению, по классу энергоэффективности, то в планах производства более 160 модификаций идет сегодня в производстве. Мы работаем на то, чтобы в каждой семье наша была продукция востребована и приносила радость. Холодильники шли под брендом «Знак качества». В то время «Знак качества» это считалось самая лучшая продукция в Советском Союзе, которая оформлена была и документально, и фактически. Ну, «Знак качества» это массовая награда. Это, в принципе, знак, который говорил о том, что эта продукция соответствует, скажем, мировому уровню. Награды предприятия – это награды их работников. Как и любое предприятие, оно ценится своими кадрами. Скажем так, маленькие шестеренки большого механизма. Если мы крутимся, если мы работаем, то и механизм будет и работать, и двигаться вперед. Если ты хочешь идти быстро, иди один. А если хочешь идти до конца, иди вместе. На данный момент именно только на Минском заводе холодильников работает больше 5000 человек. А если быть более точным, то это 5109 человек. Многие пришли прямо после школы и всю жизнь проработали здесь и ушли. То есть одна запись трудовой книжки. Когда люди работают достаточно продолжительное время, друг с другом, бок о бок, конечно, что наша работа становится для нас вторым домом. Все прекрасно понимают, что мы делаем одно дело. Для чего мы это делаем? То есть у всех цель одна – работать, зарабатывать, ну и двигаться вперед. Почему у нас производительность на высоком уровне? Вот это вот от отличных отношений в бригаде, в коллективе. Я считаю, что у завода потенциал очень большой. И у него есть все возможности для того, чтобы успешно трудиться и дальше. Вся работа, которая ведется, работа на укрепление этого имени, на узнаваемость этого имени. А это, прежде всего, элементы качества. Потому что слава об Минском заводе холодильника, она была заложена предыдущими поколениями, как я говорил, за счет надежности, надежности техники. А это говорит о том, что люди были надежны, люди были настроены делать дело, свое дело на совесть. Мы единая семья. Когда приходят молодые работать, да, им подсказывают, да, им говорят, объясняют, учат. Потому что без подсказки, без учебы, без всего этого не будет семьи, не будет тех профессионалов, которые есть на заводе. Когда человека ценят, любят и уважают, он старается сделать больше, чем ему дано природой. Девиз предприятия – жить вечно. Поэтому, я думаю, этим все сказано. Ресурсов хватит до тех пор, пока будет востребована продукция. Продукция востребована, пока есть имя у предприятия. Оглядываясь в наше прошлое, мы уверенно смотрим в будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова